Крупный штраф либо лишение свободы на срок до трех лет может грозить 53-летнему жителю Краснооктябрьского района, подозреваемому в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый зарегистрировал в своей квартире шестерых граждан Республики Армения, которые фактически по месту регистрации не проживали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В регионе продолжается оперативно-профилактическая операция МАК. В Новониколаевском районе в домовладении 34-летнего местного жителя при помощи служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили более 200 граммов растительного наркотика – марихуаны. Содейным подозреваемый сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело. Еще один факт хранения растительного наркотика выявили инспекторы ДПС в Центральном районе. В ходе несения службы полицейские остановили автомашину «Газель» под управлением 59-летнего волгоградца. В салоне автомобиля были срезаны кусты конопли. Водитель доставлен в отдел полиции для проведения дальнейшей проверки. Мошенники продолжают обманывать волгоградцев, сообщая о незаконно оформленных кредитах. Очередной жертвой афериста стал 40-летний житель города Волжского, которому под видом сотрудника банка позвонил неизвестный. Мошенник убедил потерпевшего оформить кредит и перечислить на указанный им счет 638 тысяч рублей. Полиция региона призывает граждан быть предельно бдительными при общении с незнакомцами, ни под какими предлогами не сообщать никому персональные данные своих счетов и не переводить денежные средства на неизвестные счета. Не позволяйте мошенникам себя обмануть. Редактор субтитров А.Семкин